ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ибо решила судьба, что падет и Леон, если в стены примет большого коня деревянного, где аргивяне были запрятаны, смерть и убийство готовят раянцев. Гомер, Одиссея, 8 век до н.э. Легенда гласит, армия греков 10 лет осаждала город Трою. Крепость оставалась неприступной, пока хитроумный царь Одиссей не предложил свой план. Троянский конь – символ военной хитрости. Пятиметровая деревянная статуя – подарок от якобы уплывших домой греков. Но внутри – лазутчики. Жители легендарной Трои попадут в ловушку, несмотря на предупреждение Оракула. Бойтесь донайцев, дары приносящих! 25 декабря 1991 года над Кремлем спускают флаг СССР. Так закончилась целая эпоха. Колоссальная страна с гигантскими ресурсами и огромной некогда мощью распалась. Многие в шоке. Что будет дальше, не знает никто. Мы находились на гастролях в каком-то небольшом городке. Играем на стадионе. Это было странное подавленное настроение у публики и у нас. Кто не понимал, что происходит. Молодые реформаторы уверяют – помощь придет с Запада. Зарубежные лидеры заявляют о том, что полностью поддерживают новый курс новой России. Будем воевать, а будем торговать. Но Россия очень быстро погружается в хаос. Бандитизм, нищета, полный развал экономики. Чья это вина? Или кто-то специально подтолкнул страну к пропасти? Когда говорят, холодная война закончилась, я говорю – нет. Закончился ее первый этап, который завершился развалом Советского Союза. В 2000 году в США рассекречивают часть архивов Центрального разведывательного управления. И в прессу попадают сенсационные информации. Еще в конце 40-х годов прошлого века в недрах ЦРУ разработали так называемый Гарвардский проект – детальный план по развалу Советского Союза. Ученые, социологи, политологи делали опросы социологически, изучали огромное количество советских людей, попавших на Запад. Согласно этому проекту, развал СССР должен происходить в три этапа – перестройка, реформа и завершение. Доктрина Алина Далеса, директора ЦРУ США, 1945 год. В 21 веке человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Преодолеть его можно только после уничтожения СССР с плановым сокращением населения в 10 раз. Советский Союз распался даже быстрее, чем предполагали в ЦРУ. Но вскоре, по информации журналистов, вместо Гарвардского появляется новый, так называемый Хьюстонский проект. Его главная цель – подчинить себе Россию. Статуя огромна и не проходит в городские ворота. Но жители Трои уверены. Деревянная скульптура – это подарок богов. Она украсит главную площадь города и станет символом их победы. Во что бы то ни стало, выход один – ломать крепостную стену. Еще с древности военные стратеги знают, чтобы завоевать страну, вести кровопролитные войны необязательно. Порой лучше задушить противников своих якобы дружеских объятий. Американцы в 90-е годы очень много денег вкладывали в Россию. Но американцы – не силантропы, не благотворители. Из выступления Билла Клинтона на закрытом совещании руководства вооруженных сил США. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государства, составляющее основную конкуренцию Америки. Это заявляет не какой-нибудь балабол, а президент Соединенных Штатов. В начале 90-х голодную Россию наводнили дешевые продукты из-за рубежа. Сухое молоко, копченая колбаса, мясные консервы. Продовольствия в стране плохо. С деньгами еще хуже. Из США и Европы в Россию везут гуманитарную помощь. Аккуратно! Тоннами! Берем коробки и подсчеты разгружаем. Но бесплатные продукты до обнищавшего потребителя заходят не всегда. Сколько их там? Чтобы не раскрылись и не рассыпались. Побыстрее нельзя и поглубже ставь! За мной! Гуманитарную помощь не раздают, а продают. Особо циничные торговцы указывают страну-производители и выставляют товар на прилавок по диким ценам. Гуманитарные мародеры воруют все. Куриные окорочка и говядину, маргарин и муку, лекарства и одежду. Главное, чтобы побольше. Открывай! За границей нам поможет. Эти подарки дорого обошлись России. Ирина Виноградова много лет занимается защитой прав потребителей. Она помнит самые жестокие пищевые отравления от гуманитарной помощи. Когда мы увидели, что там внутри, нам самим стало плохо. Тоже плохо. Такого размера когти, как будто то ли от грызунов, то ли еще от кого-то. В Петербурге в магазины для ветеранов завозят опасные для жизни молочные продукты. Более трех десятков пенсионеров оказываются в реанимации. Это цифры, за которые мы отвечаем. Покупая дешевые продукты, никто не задумывается, что губит свою, отечественную промышленность. Так популярные в народе ножки Буша почти полностью задушили российское птицеводство. В июне 92-го года правительство реформаторов объявляет о начале приватизации. Чиновники уверяют, скоро россияне станут собственниками крупных предприятий. А государство, наконец, рассчитается с долгами. На деле же лучшие предприятия распродают буквально за копейки. Позже выяснится, идея именно такой приватизации родилась совсем не в правительственных кабинетах. Ее привезли иностранные советники. В одном госком имуществе, по данным прессы, их более 30 человек. И почти все, по удивительному совпадению, из того же Гарвардского университета, где родился план по развалу Советского Союза. Их много было действительно. А некоторые даже были женаты на американцах, из наших министров, на американках. По рассказам очевидцев, советники ведут себя в правительственных кабинетах по-хозяйски. В январе 95-го года новым главой госком имущества назначен Владимир Поливанов. Первым делом он отказывается от услуг иностранных консультантов. 35 советников, они, в принципе, были допущены в святая святых, вообще в мозговой центр госком имущества. Поливанов аннулирует пропуска иностранцев и предупреждает охрану. В здание не пускать. Советники прорвали сквозь проходную, забаррикадировались в информационном центре, там целые сутки уничтожали документ. По данным прессы, на следующий день госсекретарь США Уоррен Кристофер поставил ультиматум. Если Поливанова не уволят, Россия не получит очередной кредит – 8 миллиардов долларов. Через сутки нового главу госком имущества отправили в отставку. Поливанов оказался самым, в этом смысле, высокооплачиваемым чиновником, потому что за его голову было заплачено 8 миллиардов долларов. По официальной информации, США выделяет на реформы в России астрономическую сумму – 137 миллиардов долларов. Вскоре выясняется – часть денег разворовывается самими советниками. На этих кадрах рядом с Анатолием Чубайсом профессор Гарварда Андрей Шлейфер. Он помогал разрабатывать приватизацию в России. В 2000 году его вместе с помощником Джонатаном Хэйм арестуют в США и приговорят к штрафу в 100 миллионов долларов. По нашим сведениям, они вывезли из России 10 миллионов долларов. По данным американского следствия, они по дешевке скупали акции крупных российских предприятий. Мошенники, а мы можем их назвать, потому что есть судебный приговор, которые воруют американские деньги, учат российских реформаторов о том, как надо правильно проводить в России реформу. К 96-му дефицит бюджета почти 100 триллионов рублей. Где-то 22 миллиарда долларов. Нужно срочно латать дыры. Запад предлагает кредиты на своих, невыгодных для России условиях. Они были заинтересованы, чтобы эти кредиты были как можно на более выгодных условиях для кредитора. То есть невыгодных для России, потому что они за это получали долю. Очень быстро страна садится на кредитную иглу, а западные деньги исчезают в неизвестном направлении. По информации независимых журналистов, часть кредитов просто разворовывается. Например, банк Минотеп под руководством Михаила Ходорковского причастен к хищению 10 миллиардов кредитных долларов. Это была долговая яма не потому, что кредиты были на драконовских условиях. Потому что страна жила так, что что она не берет, она уже отдать не может. Потому что все уходит в трубу. Вот мы сейчас идем бомбить. Вот, видишь, народу столько много. В 90-е на улицах городов появляется целая армия нищих. Цыгане с детьми, инвалиды и просто бомжи каждый день выходят на работу просить милостыню. Мне нравится такая, знаете, такая хорошая жизнь. Профессиональными нищими могут считать себя не только бомжи. По официальной статистике, в 94-м году доход больше половины россиян ниже прожиточного минимума. Менее 50 долларов в месяц. Этот колхоз с озвученным названием «Заветы Ленина» когда-то был миллионером. В 90-е здесь денег не видят годами. В каждом доме были машины, эти мотоциклы. Сильно богато жили. А теперь беднота. Но даже нищая Россия опасна. У нее есть мощнейший оборонный комплекс и главное ядерное оружие. И время от времени Россия еще поигрывает мускулами. Утром 11 июня 99-го года маршевая рота российских десантников совершает стремительный бросок из Боснии. Солдаты занимают стратегический аэропорт в Косовской Приштине раньше, чем войска НАТО. Мы их сделали. Такие акции наводят ужас на Запад. Чтобы обезопасить себя от подобных выходок, США решает помочь России развалить собственную армию. По преданию, стены трои возводили боги. Крепость стала самым непреступным городом в мире. Но жители забывают всякую осторожность. Они делают пролом в стене и вводят смертоносный подарок в город. Первый этап. Навязанная в стране конверсии сокращение статьи расходов на вооружение. Если мы вычеркнули эту статью, то мы имеем десятки, даже сотни предприятий с тысячами, десятками тысяч рабочих, которых нечем заняться. Так называемая конверсия началась еще в конце 80-х под эгидой перестройки. Уникальные специалисты, разработчики суперсовременных вооружений, теперь вынуждены выпускать кастрюли и чайники со свистками. Предприятие должно найти себе собственные заказы, перейти чуть ли не на кастрюльки, сковородки. Параллельно через подставные фирмы западные компании пытаются проникнуть на важнейшие стратегические предприятия страны. Позже счетная палата установит. В результате приватизации каждый пятый завод, работающий на оборонку, перешел в руки иностранцев. Мини-графит, который работал на интересы ГРУ, с того момента, когда американцы приобрели там блокирующий пакет, они просто-напросто заблокировали выполнение гособоронзаказа в интересах военной разведки. Список предприятий, перешедших под контроль западных фирм, огромен. По данным прессы, более 70 заводов, большинство из них вскоре оказались в жесточайшем кризисе. Те, что смогли выжить, стали невольными источниками секретной информации для Запада. Россия единственная страна в мире, которая владеет ноу-хау, владела ноу-хау, как сохранить внутренние стенки ракетных баков от разрушения во время высоких температур. И что вы думаете? Единственное предприятие, которое занималось этими делами, было с потрохами скуплено какой-то американской фирмой. Зарплата ученого в России середины 90-х – 1 миллион рублей. В два раза меньше доходов дворника и в три раза ниже прожиточного минимума. Но и эти копейки выплачиваются с многомесячными задержками. Шахтеры с касками стучат, а вы там о науке говорите. Поэтому вот кризис-то был глубочайший, структурный, системный. Уникальные кадры. Профессор МГТУ имени Баумана Анатолий Бабкин получает от американского шпиона Эдмонда Поупа деньги за чертежи секретной ракеты «Шквал». Ну, по первой части, мне кажется, мы не полностью расширялись. Москва. Гостиница «Саяны». За дверью этого номера продают государственные секреты России. У Бабкина всегда с бабками сделаны. Оперативники ФСБ с ордером на область заходят без приглашения. Вы можете добровольно выдать документы, которые составляют государственную тайну России. На разработку торпеды «Шквал» Россия затратила 7 миллиардов рублей. Профессор Бабкин продал чертежи сверхсекретного оружия капитану разведки военно-маркет сил США за 30 тысяч долларов. «Шквал» содержит около 120 различных технологий, которые могут характеризоваться как ноу-хау. За торговлю военными секретами России профессор Бабкин получил 8 лет лишения свободы. Условно. Эдмонда Поупа суд приговорил к 20 годам, но в последний момент его помиловали и отправили на родину. «Этой стране нужны реформы. Вы не должны отказываться от преобразования. Они вам необходимы». Это американский финансист и филантроп Джордж Сорос. В начале 90-х он открывает в России Международный фонд «Культурная инициатива» – штаб-квартира в Нью-Йорке. Оттуда в Россию поступает почти 22 тысячи грантов на разработку научных проектов. На общую сумму – 124 миллиона долларов. Миллиардер уверяет, что он хочет поддержать умирающую российскую науку. Но эксперты убеждены – у этой благотворительности есть второе дно. «Этой страны получили гораздо больше, чем дали, потому что они сняли всю информацию, которая была на тот момент у нас». Заплатить за чужие почти готовые разработки проще и дешевле, чем вести собственную научную работу с нуля. Но мало развалить экономику страны. В 90-е в России идет настоящая война за души людей. Доктрина Алина Далеса, директора ЦРУ США, 1945 год. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Мы будем способствовать самодурству чиновников и взяточников. Станем культивировать пьянство, наркоманию и вражду народов. Прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу. В начале 90-х советская идеология рухнула. В страну экспортируются так называемые «западные ценности». На словах все гладко. Гласность, демократия, свобода совести. На деле идет тотальная пропаганда западного образа жизни, образа мысли, музыки и кинематографа. И вдруг публика осталась наедине с огромным потоком иностранных картин. Среди них было огромное количество дерьма. Влияние Запада везде. Даже уличные торговцы забывают про беляши и пончики. Теперь в моде гамбургеры и хот-доги. А вот сосиски завор скистывал, с жару, две покупаем, две, вот так получаем. Ага, пошутила, пошутила. О, сколько штук-то? Родной кусти, пожалуйста. Занечайте-то. Готовим мелочь. Горчицы поможем. Горчицы поможем. Как чички. Вот тебе не нагляд. Кто не ел общепитовских пирожков с гнилой капустой и тухлой картошкой? Но перекусить на бегу по-прежнему хотят миллионы голодных граждан. Хот-дог. Это вам не какая-нибудь советская сарделька. Поначалу на рынке быстрого питания случаются курьезы. Некоторые покупатели дословно переводят название нового продукта – горячие собаки. И всерьез считаю, что им пытаются продать собачий корм. Кушайте, мой короткий, кушайте. Да чем-то наш кормит. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте. Стойте, стойте. Только соя, краситель и ароматизаторы собак. Недоразумение с собачьими сосисками разъясняет реклама. Народ ее проглатывает. Иностранные слова фастфуд моментально входят в обиход. Быстро, дешево и сердито. К 98-му году на территории России 160 тысяч некоммерческих организаций. Их годовые бюджеты исчисляются сотнями миллионов долларов. Официально они помогают молодой стране встать на ноги. Хэлла Трасс, например, якобы помогает разминировать территорию Чечни. На самом деле, как выяснят российские спецслужбы, сотрудники фонда собирают разведданные и обучают боевиков взрывному делу. Во время установки мины, вот эта ЧК, она всегда забирается с собой. По данным оперативников, кавказским филиалом Хэлла Траст руководил кадровый офицер британских спецслужб Мэтью Мидлмисс. Я просто не понимаю, что сейчас такое происходит. Вы видите обыск в офисе филиала так называемой церкви саентологии. Обратите внимание на табличку. Ловцы душ с запада прикрываются благотворительностью. Почему-то в благотворительном центре список российских оборонных предприятий и многотомные досье на чиновников всех уровней. Если я характеризм саентологию двумя словами, саентология – это гигантская международная спецслужба. По данным спецслужб, доход саентологии 4 миллиона долларов ежедневно. Эти деньги идут на подкуп чиновников и сбор разведданных по всему миру. Отчеты отправляются в ЦРУ. За это Госдепартамент лоббирует интерес к саентологии во всех странах мира. По данным независимых экспертов, в середине 90-х в различные секты оказалось вовлечено 10% жителей России, то есть 15 миллионов человек – население огромного мегаполиса. Но какова истинная цель Запада? Согласно хьёстонскому плану, Россия должна быть разделена на мелкие государства. Сибирь отойдет к США, северо-запад страны – Германии, юг и положье – к Турции, дальний восток – Японии. Главная задача – получить беспрепятственный доступ к природным ресурсам страны. Помочь в этом, по мнению аналитиков, должны были крупные российские бизнесмены. Прожигая жизнь в различных отелях, курортах или борделях Куршевеля элитных, они волей-неволей становились объектами целенаправленной вербовочной кампании. В конце 95-го года в России скандал. К залоговому аукциону по продаже акций нефтяной компании ЮКОС не допускаются сразу три заинтересованных банка. Тендер выигрывает никому неизвестная компания «Лагуна» из Подмосковья. Позже выяснится, за «Лагуной» стоит банк «Минотеп» Михаила Ходорковского. Все залоговые аукционы – просто кусок дерьма. Ходорковский покупает ЮКОС за 170 миллионов долларов при рыночной стоимости 20 миллиардов. Всего через несколько лет. Благодаря росту цен на нефть Ходорковский – богатейший человек в России. Теперь его амбиции идут дальше. Он был уверен, что он достоин, ну, если не должности президента, то министерского кресла наверняка. Эксперты убеждены, главной целью олигарха было слияние нескольких нефтяных компаний и продажа всех активов западным корпорациям. Возможно, это будет шел, но об этом говорят участники рынка. Они ждут его приходу. Так Россия едва не лишилась самого дорогого – своих недр. Вироломные греки ночью выбрались из чрева коня, открыли ворота и впустили армию в крепость. Самый процветающий город античности был стерт с лица земли. А трое осталось. Лишь красивая легенда. Бойтесь, Данайцы, дары приносящие. Субтитры создавал DimaTorzok